Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня хотим поделиться с вами замечательным рецептом британского праздничного блюда. Говядина Веллингтон. Блюдо названо в честь лорда Веллингтона и связано с его победой при битве в Батерлоу. Нам понадобится говяжья вырезка. Такую вот прекрасную вырезку мы купили. Но честно скажу, мы с Ларисой согрешили и готовили говядину Веллингтон из свиной вырезки. Тоже получается неплохо. Просто говяжья вырезка достаточно такая недешевая штука. Кстати, мы готовим большую порцию говядины, большой стейк Веллингтон. Но его можно готовить и маленькие порционные. Тогда просто используем нарезку в виде филе миньон. У нас будет целая вырезка Веллингтон. Вырезка у нас пролежала три дня в холодильнике, немножко обветрилась, отдохнула и имеет вот такой вот прекрасный вид. Теперь ее поперчим. Перчить кто как любит. Друзья, подскажите, где в Украине купить хорошую мельничку для перца с металлическим механизмом? Может кто-то знает? Потому что так хочется мельничку для перца. Но все, что мы на сегодняшний день находили с пластиковым механизмом, а мне реально за мельничку с пластиковым механизмом платить 400 гривен, ну, жалко. Поперчим мяско, посолим его. Он прям в тарелке был. Какой перец Лариса душистый взяла, классный. Все-таки перец надо вот так вот, особенно когда имеешь дело с мясом, непосредственно из мельнички. Оливковым маслом. И оставим мариноваться. Ну, пока мы будем все остальное готовить, как раз полчасика мяско немножко промаринуется. И, кстати, друзья, я не рассказал о продуктах. Я совершил непростительную ошибку. Для говядины Велингтон нам понадобится дрожжевое слоеное тесто. Мы купили какое-то тесто номер один. Не знаю, почему оно номер один, но, наверное, хорошее. Чеснок, французская горчица и шампиньоны. Шампиньоны порежем на кубики. Не очень маленькие. Надо все равно обжаривать. Вот такие где-то, по 5-6 миллиметров. Нарезка не моя сильная сторона. Постоянные зрители канала знают, что мне надо пойти на курсы какому-нибудь шеф-повару, чтобы научиться пользоваться ножом. Потому что я этого делать не умею. Сейчас нарежу все как-то калечно и вернусь к вам. Мы с Ларисой соревновались. Кто быстрее нарежет большее количество грибов? Эти нарезал я, эти нарезала Лариса. Я нарезал больше. Но, честно признаюсь, я жульничал. Я выбирал большие грибы и резал более крупными кубиками. Поэтому выигрыш мне не зачитывается. Не засчитывается. А нам еще надо приготовить чесночок. Раздавим два зубчика чеснока. И миленько его посечем. Главное пальцы себе не обрезать. И переходим, друзья, к плите, к столку. На хорошо разогретую сковородку наливаем растительного масла и отправляем наши грибы обжариваться. Обжаривать будем до золотистой корочки. Займет это примерно 10 минут. Я включил секундомер. И как только мы обжарим, я скажу точно, какое время у нас заняло обжаривание вот такой вот порции грибов. Грибы вначале будут активно отдавать влагу. То есть на сковородке даже появится некоторое количество такого сока. Потом он испарится и грибы начнут обжариваться. 13 минут заняла обжарка такого количества шампиньонов. Посолим. Солим по вкусу. Перец тоже добавляем по вкусу. Добавляем покрошенный чеснок. Перемешиваем. Чеснок уже не жарим, просто перемешаем и сразу же снимаем с огня. Перекладываем грибочки в посудину, чтобы они остыли. Пока грибочки остывают, обжарим говядину на хорошо разогретую сковородку. Чуть-чуть масла. И обжариваем говядину буквально по полминуты с каждой стороны. Прикладываем. То есть мясо нам надо не обжарить, а просто запечатать со всех сторон. Не больше 30 секунд с каждой стороны. Саму вырезку с четырех сторон и потом по 30 минут торцы. Секунд, извиняюсь, каких минут. Отправляем нашу вырезку отдыхать, а в это время займемся грибной начинкой, грибным паштетом. Остывшие грибы измельчим блендером до состояния паштета. Вот такой у нас получился паштетик. И не совсем остыли грибы. Надо дождаться, пока грибы и мясо полностью остынут. Иначе, когда мы будем выкладывать его на тесто, все поплывет. Все остыло и приступим к приготовлению. В первую очередь обмажем нашу вырезку французской горчицей. Я, правда, не знаю, почему британский рецепт и в нем французская горчица. Но так надо. Видимо, в Британии горчица такая же. В общем, можно английской. А есть британская или английская горчица? Есть английская. Есть, да? А, так мы просто подменили понятие. В общем, друзья, налицо подмена понятий. Все с нами ясно. Если у вас есть возможность купить английскую горчицу, то покупайте английскую. Потому что говядина Веллингтон, я думаю, лучше, вкуснее будет с английской горчицей. Посыпаем досточку, на которой будем работать с тестом, мукой. Выкладываем нужного размера отрезок теста на досточку. На подготовленное тесто выкладываем паштет. И распределяем его примерно таким образом, чтобы когда мы будем заворачивать в паштет, ну, в тесто с паштетом вырезку, чтобы паштет обвернул полностью всю нашу говяжью вырезку. Поверх тщательно разровненного слоя паштета. А может, ту горчичку сверху намажем тоже, чтобы она не пропадала. Или снизу. Давай, там, где она была, туда и намажем. Вот так вот. Зачем нам, чтобы горчичка пропадала. Выкладываем вырезку и начинаем формировать такой вот пирожочек. Защипываем вначале сверху. Лишние края, которые нам не пригодятся, обрезаем. Получился огромный пельмень. Огромный жирный пельмень с куском говядины. Заворачиваем краешки теста. И переворачиваем нашу говядинку. Отправляем его на подготовленный противень, застеленный либо пергаментом для запекания, либо ковриком за доллар с Алиэкспресс. Тефлоновые коврики – это просто чудо. Для получения красивенькой румяной корочки смажем нашу запеканку, даже не знаю, как наше блюдо, яичным желтком. В это время мы включили духовку и разогреваем ее до температуры 200 градусов. Отправляем говядину в Веллингтон на запекание на 20 минут. Но это только первый этап. Через 20 минут понижаем температуру до 180 градусов и выпекаем еще в течение 10 минут. Через 10 минут извлекаем нашу говядину из духовки и даем ей остыть. Наше британское праздничное блюдо остыло. Давайте его разрежем и посмотрим, что внутри. А внутри, друзья, это выглядит вот так вот. Нежнейшее, просто нежнейшее. Вы видите, какого она цвета классного. Вырезка. Она укутана в этот форшмак. Ну, в общем, сейчас я разрежу, отрежу себе кусочек и буду дегустировать. Ну что, дорогие друзья, попробуем. В первую очередь, конечно, меня интересует говядина. Вообще, говяжья вырезка у нас получилась... Я хотел, чтобы она была медиум, получилось все-таки медиум вэл. Она просто тает во рту. Это нечто. Ну, тесто. Тесто, оно и осталось тестом. Тесто мое самое нелюбимое в этом блюде. Но оно тоже вкусное. А вот этот вот паштет, я не знаю, или форшмак, как его назвать, это мое самое любимое. Да. Это просто фантастика. Ну, говядина получается просто невероятная. Она сочнейшая. Она правильно прожаренная, как я показал. То есть, чуть-чуть розовое мясо. Ну, вот, я бы хотел бы даже еще немножко более розовое. И просто... Невероятного вкуса. Ладно, я думаю, мне надо заканчивать с обедом. Пообедаю я чуть позже. Друзья, с удовольствием вам представляем рецепт говядины Виллингтон. Попробуйте. Если не хотите говядину, можно сделать из свинины, как я уже говорил. Ну, свинина, конечно, получается суховато. А говядина это просто нечто. Очень вкусно. Это реально может быть украшением праздничного стола или просто семейного классного ужина. Ну, и как я говорил, можно сделать порционные кусочки. То есть, нарезаете... Нам надо было, кстати, сделать один порционный тоже, чтобы показать. Ну, хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. Нарезаете вырезку на филе миньон. То есть, где-то 3-4 сантиметра. А все остальное точно так же. Получается тоже волшебно. Мы так делали. Почему-то я не додумался. Вот только сейчас мне пришла мысль, что у нас же оставалось тесто. И оставалось говядина. Можно было сделать два вида. Простите меня за это, друзья. Надеюсь, что видео вам понравилось. И вот это вот вам понравится очень сильно. Попробуйте, приготовьте говядину Беллингтон. Естественно, подписывайтесь на канал, делитесь нашими видео. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...